Я думаю, вы замечаете, что когда мы читаем Библию, Новый Завет, может быть, особенно есть фразы, которые часто повторяются. Вот, допустим, изучая послание апостола Павла, очень часто встречаются вот такие вот выражения, когда Павел обращается к читателям его посланий с вопросом, «Неужели не знаете?» Или где-то в других посланиях он не один раз повторяет и говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Вы не задумывались никогда над тем, какое значение для христианина имеют знания? То есть, если Павел говорил об этом в своих посланиях, «Неужели не знаете?» Значит, в числе членов церкви были люди, которые не знали того, о чем он говорил. И для него было очень и очень важно передать, сообщить какие-то знания. Вот какое место в вашей жизни занимает знание? Знание, именно познание Евангелия, познание Священного Писания. Вы знаете, есть то, что часто называют логикой Евангелия. В каком смысле? Если опять читать Священное Писание, читать послания апостола Павла, их можно разделить на две части. Сначала идет теория, а потом идет практика. И вы знаете, теория всегда на первом месте. То есть, то, что нам нужно знать, всегда стоит, находится на первом месте. И в этом есть особенность, в этом смысл. То есть, знания для нас с вами представляют первостепенную важность. А я думаю, очень часто мы у Бога ищем другого. А Бога мы спрашиваем и говорим Богу, скажи мне, что нужно делать. А Бог в первую очередь хочет, чтобы мы что-то знали. То есть, Евангелие что-то сообщает нам с вами, о нас с вами. Мы это должны знать. А вы знаете, почему? Потому что Бог меняет жизнь человека через познание. Бог меняет жизнь человека через познание. А именно поэтому невозможно жить христианину и церкви. Невозможно было бы жить в церкви, если бы наша Библия состояла всего из двух глав или из шести стихов. То есть, невозможно было бы нам быть христианами, имея так мало знаний, так мало познаний. Я думаю, вы тоже обращали внимание, покупаешь, допустим, компьютер или что-то вот такое с более сложным устройством. Какая там большая инструкция? То есть, для того, чтобы понять, как работает компьютер, нужно прочитать целую книгу. То есть, это знание и очень, и очень важно. Ну вот еще небольшая иллюстрация, пример того, как это может происходить в нашей жизни. Вы еще помните, вот те времена, когда были печатные машинки, и вот такие печатные машинки, где именно машинка печатала, не компьютер принтовала, а машинка печатала. Это очень интересно, вот этот вот удар молоточка с буквой, он оставлял отпечаток, не так ли, на бумаге? Удар молоточка с буквой. Точно так же Дух Святой, он работает в жизни христианина именно через познание. Поэтому не нужно смущаться знаний, не нужно смущаться того, что не всегда нам понятно в Библии, не всегда понятны нам послания, не всегда понятны нам стихи, слова, образы. Этого не нужно смущаться, это нужно стремиться познавать больше и больше. Пусть Бог нас в этом благословит. Несколько мыслей перед нашей с вами молитвой. Книга Бытие, 28 глава. Давайте мы прочитаем отрывок 10 стиха. Книга Бытие, 28 глава, 10 стиха. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит. Я Господь, Бог Аврама, Отца Твоего и Бог Исаака. Землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной. И распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню. Благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные. И вот Я с Тобою. И сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь. И возвращу Тебя в эту землю. Ибо Я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что Я сказал Тебе. Яков пробудился от сна своего и сказал. Истина, Господь присутствует на месте этом. А Я не знал. И убоялся и сказал. Как страшно это место. Это не иное, что как Дом Божий. Это врата небесные. И встал Яков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елея наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, Дом Божий. А прежнее имя того города было Лус. Положил Яков обед, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, в которые я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. Из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Ну, я думаю, эта история для многих из нас знакома с детства, да, с воскресной школы. И, наверное, нет такого класса воскресной школы, где не изучали, не говорили бы о лестнице Якова. Очень много картинок об этой лестнице, очень известная библейская история. Яков, он должен скрываться от гнева своего брата, убегает из дома родителей, находится в пути, потому что так вот посчитали родители, что нужным, что ему лучше покинуть дом, избегая опять гнева брата своего, родного брата-близнеца. И отправили его к родственникам, к брату Рвеки, а именно к Лавану. Первый день путешествия Якова подходит к концу, склонился к вечеру, и Яков останавливается переночевать. Когда он уснул, ему является Бог. Я думаю, это очень интересно. Вы знаете, интересно подумать о том, какой удивительный Бог Библии, какой удивительный Бог, о котором открывает нам священное Писание. Если сравнить вот Библию, то, что говорит Библия о Боге, ну и какие-то другие религии, будь то язычество, или вообще какие-то другие религии, наверное, любая религия – это попытка человека убежать от Бога. Не так ли? Допустим, если человек поклоняется идолам, это попытка убежать от истинного Бога. Или, допустим, если человек считает Бога высшим разумом, который управляет Вселенной, это попытка человека убежать от истинного Бога. Поэтому религия или религиозность человека, вот религиозность людей, она не говорит о том, что люди ищут Бога, а наоборот, люди убегают от Бога. Когда мы читаем священное Писание, это очень интересно. Бог ищет человека. Не человек ищет Бога, а Бог ищет человека. Вот одна из удивительных историй священного Писания, где Бог является не одному из лучших людей. Если даже вот сравнивать отношение Исаака к своим сыновьям, Исаву и Иакову, вот Исаака, сердце было больше расположено к Исаву, потому что он был охотник, может быть, он хорошо готовил. Еще, может быть, какие-то были причины, почему Исаак любил больше Исава. Но Господь избирает, и открывается именно человеку, вот такому человеку, как Иаков. Еще вот можно так вот подумать о жизни этого молодого человека в доме своих родителей. Конечно, вот можно предположить, что все-таки он не был легким ребенком. И особенно вот последние события его жизни, когда он пытался обхитрить своего отца вместе с матерью. Это очень интересно, что Бог является именно такому человеку. Бог является грешному человеку. Точно так, как когда-то Господь Иисус Христос умер за нас грешных людей. Еще очень интересная мысль. Вы знаете, мы очень высоко ценим воспитание детей в христианских домах, не так ли? Мы очень высоко ценим устройство христианской семьи. Всегда стремимся к тому, чтобы это устройство было правильным, чтобы вот было такое устройство, которое несло благо нашим детям, чтобы наши дети, они росли в наставлении, в учении Господнем. Это очень хорошо. Но мы все-таки с вами понимаем, не все дети, они остаются в христианских домах, не так ли? Из детей, которые уходят. И мы за них переживаем, мы о них плачем. Удивительная библейская история, которая показывает нам человека, которому Бог явился далеко от родительского дома. Удивительная библейская история, которая показывает нам человека, которому Бог явился, которого Бог нашел далеко от родительского дома. То есть он ушел из дома родителей, ушел из обитованной земли, а Господь его нашел вот в этом месте, которое называлось Луз. И теперь немножко о том, что Господь показал Иакову, это его сон Очень интересное видение, открытое небо, лестница, которая достигает до неба И затем он увидел ангелов, которые восходят и нисходят по этой лестнице И он увидел Господа, который стоит на лестнице, вот как написано в нашем переводе Я думаю, некоторые английские переводы, переводы на английском языке, они говорят, что Бог стоял около Иакова Скорее всего, вот язык оригинала очень сложно передать То есть вполне возможно передать в двух смыслах То есть Господь стоит либо на лестнице, либо около Иакова Это очень интересно, вот как Бог делает, открывает себя человеку, который его не ищет То есть вот в первую очередь, что нужно для человека в познании Бога? В первую очередь человеку нужно осознание присутствия Бога В первую очередь Бог показывает Иакову свое присутствие, он говорит, я буду с тобою А помните Самуила? Точно так вот его, знаете, вот познание Бога начинается с того, что он осознает его присутствие Что Бог рядом, что Бог рядом, Бог заботится о нем, и именно Бог его ведет Я думаю, для нас тоже это очень важно и очень нужно постоянно помнить и понимать, что присутствие Бога очень важно для нас в нашей жизни Итак, открытое небо, лестница, по которой спускаются и поднимаются ангелы Это все видел Иаков, и как заверение он получает вот это вот понимание, что Господь присутствует с ним в его жизни А теперь вот этот вот сон для него становится вдохновением А теперь вот то, что передал ему Господь в видении, вот для него становится вот основанием, чтобы жить Интересно, как сегодня складывается наша с вами жизнь А ведь мы с вами христиане И теперь мы с вами живем не тем, что вот видим во сне А мы с вами живем тем, что оставлено для нас с вами в Библии И точно так, как Иаков, Господь сегодня заверяет церковь свою Я не оставлю церковь Я буду с церковью, пройду с церковью любое время То есть сегодня точно так Господь заверяет нас с вами, что Он присутствует Присутствует в жизни церкви Он ведет церковь, и не только церковь, но точно так каждого из нас Он ведет И очень близок к нам Вы знаете, вот Христос настолько близок к нам, что Он оставил для нас с вами символы в своем присутствии Это хлеб и вино Это вечеря Господня, которую мы с вами вспоминаем каждый месяц То есть есть то же основание нашей с вами жизни, то, что ведет нас, то, что помогает нам идти, то, что дает нам с вами вдохновление Еще что можно сказать об этой истории Об этой истории можно сказать, что как-то она повторяется в Новом Завете Я думаю, вы помните, это Господь Иисус Христос, когда Он Это самое начало Его служения Когда Он призвал еще своих учеников Филипп позвал Нафанаила, который подошел к Господу И Господь обратил внимание этого человека и сказал, что вот израильтянин, в котором нет лукавства Тоже очень интересная характеристика Израильтянин, в котором нет лукавства То есть это был человек, который по-настоящему отвечал имени израильтянин Израильтянин человек, который знает Бога И именно Ему Господь сказал, что ты увидишь больше Ты увидишь больше Он сказал, что ты Ты веришь, потому что Я тебе сказал Я видел тебя под смоковницей Увидишь больше Говорит Ему, истинно, истинно говорю вам Отныне будете видеть небо отверстым И ангелов Божиих, восходящих И нисходящих к Сыну Человеческому То есть в действительности, то, что видел Яков во сне Это было не о нем, а было о Господе Это Господу восходили и нисходили ангелы Еще, вы знаете, можно сделать вот такой вот интересный шаг в рассуждениях Что Господь хотел сказать Нафанаилу Увидишь ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому Мы знаем о том, что служение Господа сопровождали ангелы Они сопровождали его при рождении Они сопровождали его в искушении Они сопровождали его при воскресении Еще будет знаменательное событие Это возвращение Господа Когда его опять будут сопровождать ангелы То есть мы с вами можем сделать предположение Что Господь, когда говорит с Нафанаилом Он говорит, вот под смоковницей У тебя было вот какое-то особое, ну не знаю, общение с Богом Очень близкое общение с Богом О котором Христос знал Вот то, что мы имеем с вами на земле Это близкое общение с Богом Общение под смоковницей А Господь говорит, что вы увидите больше И именно вот если, ну считать об ангела Говорить об ангелах в служении Господа Господь как бы намекая Нафанаилу говорит, тебя ждает больше Когда он вернется Когда Господь вернется То есть видите, вот эта вот история Древняя библейская история патриарха Якова Она заходит далеко в будущее Она указывает на служение Иисуса Христа И она указывает также на Его второе пришествие Когда Господь вернется Когда Господь вернется Братья-сёстры, мы сейчас с вами будем молиться Ну вот просто как мысли пусть эти останутся В нашем сердце, в нашем разуме Что Господь открывается нам именно в том Что заверяет нас в своем присутствии Что Он с нами Это как основание для нашей с вами жизни Пусть Бог благословит нас Аминь Я приглашаю вас к молитву Я желаю помолиться Пожалуйста, помолитесь Аминь Продолжение следует...